Всем тихой ночи! Возвращаемся к нашему любимому занятию, а именно к голосованию за какую-то тему мира SCP в комментариях. И в этот раз победили оленя Адитима. Такая тема, которую новые зрители задаются мне вообще не поймут. Впрочем, как говорится, тебе не нужно думать о новых зрителях, если их нет. Так или иначе, попробуй всё понятно рассказать. А значит нас ждёт глубокая погружение в прошлые мира SCP, в славные времена существования древних цивилизаций. И да, про самих оленей текста очень мало, так что получилось скорее расширенное видео по саркицизму. Можно сказать, вторая его часть. Когда-то информация на эту тему была раскидана по всему сайту, но сейчас, во всяком случае на английском сайте, появился хаб InMemoriaDitum, призванный рассказать всё по порядку. Так что поначалу будем следовать ему. Однажды греческие археологи на острове Ярос откопали нечто похожее на сделанное из гигантских костей храм. О находке, конечно же, сразу узнал фонд. И теперь эта штука имеет номер SCP-2095. Внутри работники фонда нашли древние свитки, из которых стало известно о битвах древних саркицистов, то есть культистов плоти, и механитов, то есть культистов металла, которые когда-то сотрясали землю. Речь, конечно же, об одной из оккультных войн древности, части истории мира SCP. Про эти войны уже было отдельное видео, да и чтение самого SCP-2095 на канале, кстати, есть. Так что говорить будем не об этом всём, а о том, что фонд SCP продолжил проявлять интерес к археологическим раскопкам в Греции. И это оказалось небесполезным занятием, потому как однажды археологи нашли что-то такое, что сразу позвонили в полицию, и прибывший на место полицейский бесследно пропал. Фонд SCP заинтересовался этим случаем и отправил туда боевой отряд МОК, который, зайдя в область раскопок, нашёл пещеру, а в ней снова оказались следы древних битв, механитов и саркицистов. Там обнаружились механитские боевые колоссы и монстры из плоти. Это всё же было знакомо фонду, но нашлись и некоторые новые вещи. Найденные в пещере новые для фонда предметы теперь хранятся, как SCP-3911. Это костяной посох и диван с подставкой для ног, созданный из человеческих костей. При сразу выращены такими саркицистическими жрецами. Эти предметы оказались очень ценными для саркицистов реликвиями и для того, чтобы их заполучить. Одна из саркицистических групп под названием «Чёрная ложа охотников», которая, кстати, в основном связана с русской мафией, напала на транспортную машину SCP, перевозившую эти штуки. Отряды фонда отбили нападение, и объекты были успешно доставлены в камеры содержания. А ещё группа МОК захватила пленника из нападавших, который, как оказалось, говорил на странном языке – языке древнего Адитума. Кстати, язык древних саркицистов – это достаточно хорошо проработанная часть мира SCP. На нём даже есть несколько песен на ютубе. Оставлю в описании ссылку. Со временем фонд преуспел в расшифровке этого языка, и учёные SCP смогли прочесть многие из найденных ранее свитков древних саркицистов, в которых, среди прочего, содержалась информация об их древнем государстве со столицей под названием Адитум. Там ещё находится трон самого Иона, самого почитаемого корциста из всех, того самого, который бросил вызов ужасным Дэвидам и победил их, попутно овладев силой богов плоти. А ещё оказалось, что упомянутый диван и жезл были созданы возлюбленные Иона путём выращивания этих предметов из своего же тела. Вот такими вещами они там развлекались. Собственно, сам Хапан Мемория Адитум состоит из огромного числа текстов, раскрывающих различные аспекты жизни древнего государства-культиста в плоти. И даже просто бегло просматривая его, удивляешься, насколько эта тема детально проработана. В общем, дело ныне изгнанного с сайта автора под ником Метафизик живёт и процветает. Для того, чтобы осветить все аспекты жизни в древнем царстве колдунов плоти от мира SCP, потребовалось бы, наверное, весьма длинное видео. А такие нынешнему Ютубу явно не по нраву. Да и голосование было за оленей, а значит, речь далее пойдёт о них. На территории нынешней Финляндии, Норвегии и Кольского полуострова в России агенты фонда обнаружили поселение людей, которое, как оказалось, не только исповедует странную религию, но и умеет творить с плотью не самые обычные вещи. Кроме этого, народ этот разводит оленей. Но с оленями их связывает не только это, а ещё и то, что, судя по собранной фондам информации, в древности они были теми самыми людьми-оленями, населявшими Адитум. Жить в самой столице государства колдунов плоти олени-головам позволяли не просто так, ведь они были одним из первых, кто поддержал Корциста Иона в его борьбе против Девитов, и в этих войнах олени-народ показал себя в качестве отличных бойцов. Со временем народ этот изменялся и трансформировался, ведь ему приходилось жить среди обычных людей, и уже более поздние источники описывают их, как кочевых людей с призрачным белой кожей, покрытой красными рунами, и использующей магию крови. Свои наиболее сложные времена этот народ переживал, конечно же, в годы советской власти. Даже несмотря на то, что фактически жил коммун, и отрицая рыночные отношения и деньги, сотрудники отдела по игру пытались ловить и ставить над ними эксперименты. Впрочем, люди-олени всегда в жестоком стиле загонения, потому в итоге их оставили в покое. Этот эпизод косвенно описывается в SCP-2075, который, кстати, тоже читался на канале. Однако, чтобы не нарываться на лишние неприятности, люди-олени стали крайне редко добавлять к обычному человеческому облику что-то еще. Среди них все еще встречаются и носители рогов и копыт, и даже клыков и бивней, но они крайне редки. А вот человека с головой оленя теперь не увидеть совсем. Миролюбивость нынешних людей-оленей сделала их отличным источником информации о саркицизме для фонда SCP. На основе общения с представителями этого народа была написана работа «Антропологический подход к саркицизму». Ученые фонды занимаются наукой и пишут научные работы. Однако неплохое углубление вселенной. Эти древние люди поклоняются не менее древним корцистам, самому Иону и тем, кто был с ним во времена Адитума, например, Ороку. Кстати, Ороку поклоняются не только миролюбивые потомки оленей Адитума, но и более агрессивная группа саркицистов, уже упомянутая ложа черных охотников. Сама эта организация стала известна фонду после распада СССР, когда по большей части, прекративши свою работу, отдел ПГРУ передал в SCP существенную часть своей документации. В 1994 году фонд при помощи МОК-ПСИ-13 внедрился в ложу. Агент фонда начал с того, что приобрел некоторую известность в криминальных кругах Москвы, после чего ему удалось встретиться с лидером ложа, который посвятил его в свои тайны. Оказалось, что в подземельях Москвы, в заброшенных военных бункерах, в неиспользуемых тоннелях метро, кипит жизнь. Там культисты плоти делают свои мрачные дела. Выяснилось то, что происходит эта группа от сибирских саркицистов, потому что первые последователи ложи охотников были заключенными ГУЛАГа, которые, сбежав из заключения, встретили где-то в Сибири группу странных женщин, которые посвятили их в свое тайное искусство обращения с плотью. Посвятили эти ведьмы тех людей в другие тайны, рассказав, например, о том, что под тем местом, которое известно как город Москва, находится могила Орока, того самого, которому поклоняются люди-олени, да и многие другие саркицисты. Само это явление фонд, кстати, называет SCP-2408. Внедленный в черную ложу агент SCP в итоге добирается до одной из ведьм, и оказывается, что она, судя по всему, тоже относится к оленему народу. Ну а может и нет, но во всяком случае, рассказывать о добрых людях-оленях она любит. Так или иначе, в этом видео мы узнали о такой штуке из мира SCP, как добрые олени-народ Адитума, и немного больше о саркицизме в целом. Как обычно, оставляйте комментарии за те темы мира SCP, которые мы еще не обсуждали. За какие будет больше сообщений, те и будут в следующем видео. Всем пока!